А в нам в первой половине дня звезды сулят удачу в карьере, могут проявиться ваши предпринимательские способности и изобретательность. Инженеры смогут решить сложные технические вопросы, однако во второй половине дня ситуация может ухудшиться. Старайтесь воздержаться от инициатив, это может привести к неприятностям. Хороший день для инициативного поведения тельцов, в первую очередь это относится к тем, кто проходит курсы профессионального обучения и обменивается опытом с целью повышения квалификации. В конце дня воздержитесь от общения с вышестоящим руководством. Даже если вы располагаете важной конфиденциальной информацией, не следует ею делиться с начальством. Наиболее важные и позитивные события у близнецов могут произойти в середине дня. С одной стороны это хорошее время для коллективной деятельности. Можно принимать активное участие в проектно-конструкторских разработках и планирование бизнеса. Вместе с тем, вы не застрахованы от технических сбоев и травматических ситуаций. Раки почувствуют в себе потенциал для карьерного роста. Если вы планировали дать старт новому проекту, то в середине дня будет наиболее удачный момент для этого. Руководящие работники, учредители фирм и менеджеры будут способны принимать смелые организационные решения и добьются поставленных целей. Также это неплохой день для защиты дипломной работы. У Львов прекрасный день для плодотворной практической работы. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Складываются доброжелательные отношения с коллегами и с начальством. На вторую половину дня лучше не планировать деловых свиданий и работы с отчетной документацией. Девам звезды советуют сосредоточиться на реализации в творчестве. Также вы сможете проявить себя в конкурентных видах деятельности, где требуется давать нестандартные ответы на неожиданные вопросы, конкурсы, кастинги. Увеличат доходы работники туристических агентств, издательских домов, салонов красоты, ресторанов и гостиниц. У Весов отличный день для урегулирования вопросов с недвижимостью, в особенности связанных с коммунальными услугами, ремонтом и строительством. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Неплохо пойдут дела у фрилансеров, и всех, кто работает дистанционно на дому через интернет. В конце дня могут возникнуть сложности в деловом партнерстве. У Скорпионов сегодня усиливается положительный экономический эффект от деловых связей и сотрудничества. Вы можете делать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях. Новые знакомства имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерство. Успешно идет поиск необходимой информации. Стрельцам звезды советуют уделить особое внимание тем людям, которые работают рядом с вами. От успешного сотрудничества с ними во многом зависит успех всего дня в целом. Не следует ничего менять в сложившемся стиле работы, привычная, ставшая традиционной работа, будет намного эффективнее всевозможных новаций. В конце рабочего дня опасайтесь мошенничества. Инициатива и оптимизм – вот залог успеха козерогов в этот день. Особенно хорошо пойдут дела у творческих работников, а также тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, спорта, развлечения и туризма. В конце дня не исключены убытки или упущенная выгода у строителей, риелторов, коммунальщиков и тех, кто связан с семейным бизнесом. Для водолеев сегодня важна окружающая обстановка, в которой предстоит работать. Вы можете тяготеть к серьезной углубленной исследовательской работе в тишине и уединении. Многое в принятии решений будет определять ваша интуиция. Работа без привязки к жесткому графику пойдет более результативна. Офисные служащие смогут улучшить условия труда. Только хорошо информированные рыбы смогут сегодня добиться высоких результатов в работе. Звезды советуют заниматься повышением квалификации. Вы способны обрабатывать и усваивать информацию повышенной сложности в больших объемах. Успешно проходят короткие поездки, торговые операции и консультации. В конце дня воздержитесь от неофициальной подработки. И конечно же не забываем подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...